Какая гарантия устанавливается по договору долевого участия в строительстве? Устанавливается ли гарантийный срок на жилое помещение по договору долевого строительства, если имеются недостатки при строительстве? Давайте разберемся в этом вопросе. С вами сегодня буду я, юрист-эксперт по недвижимости Евгений Корсакин. По договору участия в долевом строительстве застройщик обязуется в предусмотренный договором срок построить многоквартирный дом. И после получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию передать объект долевого строительства дольщику. В свою очередь дольщик обязуется уплатить обусловленную договором цену и принять построенный объект при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома. Федеральным законом от 30.12.2014 года номер 214 ФСЗ об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации установлено, что договор долевого строительства должен содержать отписание приобретаемого помещения, срок его передачи, цену и порядок уплаты, гарантийный срок и условия привлечения денежных средств, гарантийный срок на объект долевого строительства и оборудование дома. На основании статьи 7 указанного Федерального закона гарантийный срок на объект долевого строительства, установленный договором, не может быть менее 5 лет для объекта строительства и 3 лет для технологического и инженерного оборудования, входящего в состав передаваемого дольщику объекта долевого строительства. При этом условия договора об освобождении застройщика от ответственности за недостатки строительства ничтожны. Гарантийный срок исчисляется в следующем порядке. Для объекта долевого строительства со дня его передачи за исключением технологического и инженерного оборудования, входящего в состав такого объекта долевого строительства, если иное не предусмотрено договором. И для технологического и инженерного оборудования со дня подписания первого передачного акта или иного документа о передаче долевого строительства. Если вам потребуется юридическая консультация, изложите вопрос в комментариях. подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, делитесь публикацией в соцсетях, оставляйте комментарии и будьте в курсе изменения в законодательстве. До новых встреч в следующем видео. Пока!